эгегей зритель шаг вот обзор того что я купила на озон и вайтбрис за последнее время мне заканчивается сухое молоко а это молоко я уже как-то покупала на вайтбрис и тут оно случилось на озон причем что-то сейчас такое дорогое сухое молоко я помню как я за 200 с чем-то рублей покупала килограмм а теперь за 441 рубль вот этот вот килограмм она вайтбрис оно и то дороже сделано у нас 13 января этого года 12 месяцев живет целый килограмм молоко сухое обезжиренное берешь значит блендер стационарный китфорд мощностью на 450 ватт кидаешь туда пару столовых деревянных больших таких ложек которые типа как столовая с горкой вот этой штуки заливаешь воды миллилитров пятьсот шестьсот ставишь этот стакан стакан на эту стойку этого блендера закрываешь крышечкой вот тыкаешь сеточку включаешь нас на вторую скорость а там их только 2 и некоторое время ждешь там будет пена она устоится и вот нормальный такой молоко его можно даже как бы перелить в кастрюльку эмалированную или еще какую-нибудь поставить на газ немного перемешать при случае и довести до кипения и будьте копыченое разведенное молоко в общем мокрое сухое молоко вот целый килограмм здоровая семья молоко сухое безжиренное от полутора до от 0,5 до полутора процентов жирности гост у меня от здоровой семьи есть короб четырех видов обжарки без обжарки слабой обжарки средней обжарки сильной обжарки и как бы ну мне нравится фирма мая здоровая семья вроде еще что от нее было но про здоровую семью я узнала чисто на вайтберис а тут она внезапно и на озон есть вот так то у меня были какие-то 50 баллов за какой-то отзыв и как бы оно мне потому и обошлось чуть дешевле а так оно стоило там что-то по-моему 491 рубль у меня есть интересная штука ну да мне мало сладкого которого мне подарили мои дорогие сестры что-то мне кажется будто оно как-то может вот так обратно или может мне просто казалось а не так светит я вообще очень полюбила нежной любовью йокан но йокан нельзя достать потому что япония закрыла свою эту почту от россии совсем человек который мне присылал свое время йокан сказал ты чё думаешь я постоянно тебе буду всегда что-то слать да нифига ты что думаешь я ради тебя чё-то хоть чё-то сделаю ну а почему бы и нет ну короче вот печаль такая он вроде как бы друг но при этом йокана у меня нет в в общем йокан я страдать я йокан еще сама не делала продается ли в россии йокан я не знаю импортируется ли он как-то в россию я тоже не знаю поэтому я внезапно случайно на вайтберис увидела вот такую штуку оно было в этой пакетике запаковано вот в этой пакетике вот так запаковано это китайские конфеты тут чисто так и написано с матёй тут где-то блин был состав я думала что не хочу чуть-чуть будут сладенькие или горщить будут потому что если матю куда-то добавить это будет красиво но горько так где-то тут состав клейкий лист крахмал вода пшеничная мука белый сахар растительное масло и пищевые добавки но это в переводе на русский то вот еще тут со вкусом чая матья с добавлением чая матья рисовый десерт с начинкой чай матья китайские рисовые пирожные идут все блин практически на китайском вот 212 рублей я потом в инфобоксе оставлю артикул на эти конфетки я так поняла что там много разных таких начинок ну вариаций не только такого цвета и такая девочка с другими волосами хотя у него по-моему эти волосы похожи на губы будто бы губы едят ее она так наклоняется может извращенка может быть я просто есть хочу хрен его знает дельсион 180 грамм 212 рублей вот одна конфетка я слопала две конфетки вчера вот они вот такие конфетки зелененькие они не похожи на те моти которые мы покупали как-то с ленкой снегиревой и настей лукаминова и хрен знает в каком году на выставке аниме аками в ярославле они не похожи на тимоти который мне как-то присылал кто-то из подписчиков а я потом где-то их покупала и меня еще раз хайл мой приятель что сказал что такую химию никто в японии не жрет и она рассчитана только на глупых туристов в общем она там такая слабо жилейная зеленая хрена тень вот у нее вкус не горький но он именно такой как матя должна быть сентя матя вот эти такие слегка рыбы отдают а ты знаешь зритель пыр ведь тоже некоторым людям рыбы дает тут он в дырочку вылезла это начинка тут короче как это белая хреновинка потом зеленая хреновинка и вот сама это зеленая конфетка вот чем ближе я подношу к лампе тем другого цвета на стану более более менее зеленого она становится чем вот так держу вот когда так держу она именно такого цвета есть в общем совершенно не сладкие сладости очень на любителя как комментах писали но если вот ты любишь реально нормальный такой японский чай то ты протечешь прикол этого всего как-то в каком-то обзоре я жалую что не могу купить нормальный шоколад потому что там есть пальмовое масло у меня на пальмовое масло аллергия и все таком духе я делаю сама шоколад как-то так и одна зрительница мне как-то подкинула идею шоколада свайбери 359 рублей за килограмм молочный шоколад без никто вполне нормальным составом у меня коробочка уже от него ушла перерабатываемый мусор я его переложила из коробочки пакетик целый килограмм его хрен знает как раздалбливать очень хороший молочный шоколад похож на аленку в инфобоксе я оставлю артикул на него такая вот у меня есть утяжелитель для ручек по килограмму наш на ручку вот тут такой же практически утяжелитель ощущается форме он немножко напоминает этот воздушный шоколад так сейчас я разберу этот пакетик чтобы тебе показать как он там потому что через пакетик все таки не так видно там конечно может видно что я его скоблила ложкой но это так и есть он пахнет шоколадом я его грызла зубами до того места где идет будто он такой как бы пористый я его скоблила ложкой ямка вот такой короче шоколад действительно хороший он именно что молочный там по составу там по моему кокосовый фу блин как его какао масло и какао тертое или какао масло и наверное какао масло и какао тертое молоко сухое еще что-то еще что-то но в общем там есть вариация такой же молочный с какой-то начинкой есть вариация темный шоколад ну и как бы это нормальный состав ну как бы ваниль ванилин там в конце еще какая-то фигня но минимальная самом самом-самом конце как бывает хорошем дорогом шоколаде нет пальмового масла но всегда есть какой-нибудь ванилин в самом конце или какая-нибудь там эмульгатор в самом конце вот целый килограмм несмотря на то что у меня есть еще немножко самопального шоколада имени меня из какао-бобов сделанного еще плиточками этого шоколада и замороженный еще шоколад с прошлого года потому что я что-то делал у меня как-то дофига вышло я поняла что я столько не осилил оно испортится лучше заморозить потом разморозить добавить молока и сделать горячий шоколад или еще больше разбодержать молоком и сделать какао был на зоне по скидке а потом так как у меня все еще еще полтора дня этот премиум аккаунта он шел в какой-то распродаже на день раньше по скидке двести девяносто девять рублей за килограмм это финиковая паста я тут прониклась конфетами и финиковой пасты берешь зритель финиковую пасту может поломать берешь тарелочку насыпаешь кунжутик грецкие орешки молишь там чем угодно как какими угодными образом смешиваешь кунжутик с грецкими орешками миндальчик еще поломаешь и вот это орешки с семечками смешиваешь берешь туда эту самую финиковую пасту ломаешь это руками как пластелин а в этом все обматываешь берешь там кусочек шарик такой скатываешь опять обматываешь кунжутики или можешь не обматывать и ставишь на тарелочку можно потом захомячить очень вкусно полезно и вообще по-моему я эти конфеты в каком-то мунбанге или вообще стриме показывала и сначала у меня был пил первый полкило этой финиковой пасты что-то я не прониклась я его как-то так схомячила это конфет дело не дошло а второй я значит частично в шоколаде вваляла оставшиеся вот делала конфеты я вдруг думаю надо наверное купить а он как-то ну по 500 рублей за пол за килограмм или вот минимально так или по 250 по 200 последний раз я покупала в первый раз не помню почем но второй раз покупала у меня получилось по-моему я за 300 рублей купила полкило причем думала что покупаю килограмм лохушка такая и в общем тут увидела целый килограмм такой специально подождала этих дней но думаю если раскупят его и не будут его по этой цене ну значит не судьба а его не раскупили я купила за 299 рублей целый килограмм финиковой пасты стопроцентные финики производитель алгерия какая-то импортер краснодарский край а вот что тут написано алжир по-русски уже написано страна происхождения алжир алгерия алжир одно и то же целый килограмм живет 12 месяцев сделан он у нас где-то я тут видела когда он был сделан после вскрытия упаковки хранить в прохладном месте 6 месяцев держи туда туда видела короче где-то я ее видела но потеряла а вот вижу снова 1 августа 21 года он сделан может быть поэтому был по скидке но за 1 августа я думаю я ее кокошу пленочку в такую а дальше уже в контейнере в подобном контейнере а только они черный был тот самый шоколад вот этикеточка если вдруг увидишь такую то как бы больше значит что это можно брать хорошая такая финиковая паста ну чисто даже вот это чувствуешь вот такой у меня обзор всякой сладости можно сказать что сухое молоко тоже сладость потому что оно сладкое в каком-то плане и даже то что не сладкое тоже наверное все таки сладкое сезонный вайберест если осилил до конца то круто можешь поставить палец кверху можешь поставить палец к низу можно же написать камен будет приятно почитать пока эй зритель поставь лайк пожалуйста